Всем тихой ночи! Я наконец решил пронумеровать видео по городским легендам по SCP, чтобы они не терялись. Поэтому это получается пятая серия роликов про объекты и явления мира SCP, основанные на вещах, в которые даже кто-то может и верить. Читая разные безумные конспирологические теории, можно заметить такую интересную вещь, что Совета 5, тайная группа из 12 влиятельных человек, управляющих фондом SCP, из Тени, основана на одной довольно популярной среди конспирологов теории. В 1984 году в почтовый ящик писательницы романов на тему НЛО Джейми Шандере, неизвестный человек, кинул конверт, в котором была 35-мм пленка. На каждом кадре была фотография документа из некоего секретного пакета. Чуть позже сторонник идеи посещения Земли пришельцами Тимоти Гуд заявил, что анонимный отправитель передал ему копии тех же самых секретных документов, и в них говорится о суперсекретном комитете, состоящем из 12 человек. Комитет этот называется Majestic 12 или MJ-12, и он возглавляет целую тайную организацию, состоящую из ученых, военных и государственных деятелей, созданную где-то в Америке в 40-х годах, после крушения на территории страны рядом с городом Розуэллом внеземного космического аппарата. Главная задача этой группы – это сбор, хранение, изучение и, конечно же, скрытие от общественности инопланетных артефактов. В некоторых документах по Majestic содержались свидетельства пилотов, встречавших НЛО. Были и протоколы допросов свидетелей, нашедших инопланетные артефакты. Некоторые документы представляли собой отчеты ученых, занимавшихся исследованием инопланетных предметов, собранных на месте крушения и вообще вокруг Розуэлла. Там даже есть некое развитие сюжета. В 1950 году на Америку упал второй космический корабль, и для исследований была отправлена поисковая группа, которая также собрала инопланетные предметы и увезла их в учреждение под управлением Majestic 12, находящейся в Мексике. После Тимоти Гуда еще несколько уфологов заявило, что им в руки тоже попали подобные документы, касающиеся Комитета 12. И легенда обросла множеством подробностей. История эта настолько разрослась, что даже привлекла внимание ФБР, где после исследования документов, показанных уфологами, некий сотрудник спецслужбы сказал, что ничего такого никогда не существовало, и написал на самих бумагах маркером слово «богус», то есть «подделка». Все эти документы, кстати, сейчас можно скачать с самого сайта ФБР. Такое поведение агента американской спецслужбы показалось многим очень странным, и укрепило сторонников теории Комитета 12 в своей правоте. И вскоре все сообщество людей, считающих, что пришельцы посещают планету, начало публиковать один документ за другим. Логичнее всего предположить, что сами уфологи создали эти документы. Но в 1991 году произошел интересный поворот этой истории. ФБР позвонил человек и сказал, что на полу офисного здания, где он работает, он нашел пакет секретных документов, которые он, как законопослушный гражданин, решил передать государству. По поводу этих документов также было выдано заключение, что эти секретные документы поддельные. Содержание их разобрать сложно. Очень низкое качество сканирования, и надпись «Богус» мешает увидеть то, что написано. Похоже, какой-то доктор Буш отчитывается о проделанной работе. В 1996 году появляется еще один документ «Руководство по специальным операциям», где описывается порядок сбора останков пришельческих кораблей и захвата живых инопланетных существ. В интернете его найти у меня не получилось, но он, наверное, занимательное чтиво. А самое занимательное, что до сих пор не ясно, кто конкретно создал эти документы. Конечно же, самая расхожая версия, что эти бумаги создали сами уфологи. Ведь после появления легенды о Majestic 12, книги про летающие тарелки стали продаваться намного лучше. Есть и другая версия, что это какая-то хитрая игра спецслужб. Ведь немного странно, что ФБР сразу отреагировали на сообщения о Majestic'е. Они же не будут реагировать на все конспирологические теории. Ну и, конечно же, сами уфологи считают эту историю доказательством существования внеземной жизни. Ну, потому что, как бы они еще считали. Но главное, что для нас это все прежде всего интересно тем, что становится понятно, из чего списан лор-совет О5, одну из важнейших частей фонда SCP. Однажды фонд SCP поставил на содержание целый город, обозначив все это как объект SCP-2920. Дело было в том, что город Аметвиль представлял собой одну большую аномальную зону, внутри которой все вероятности изменялись таким образом, чтобы соответствовать наиболее распространенным местным народным суевериям. Чаще всего это довольно безобидные события, но иногда то, что происходит с жителями города, похоже на действия страшного проклятия. При этом агенты фонда обнаружили, что аномальное свойство объекта преследует его жителей, даже если те покидают пределы самого поселения. Потому вокруг города был построен забор под напряжением, а если кому-то из жителей удается его преодолеть, тому колют амнезиаки и возвращают обратно в его дом внутри аномальной области. Сам по себе объект выглядит довольно странно. Просто какой-то город, где работают суеверия. Что же в этом такого? А дело в том, что паранормальная активность Аметвиля известна не только фонду SCP. В 1974 году некий Рональд Дефео убил всю свою семью, а именно 6 человек. И это, кстати, реальное событие, которое прославило маленький городок с населением всего в 10 тысяч человек на всю страну. С этого момента об этом городе ходит просто какое-то невообразимое количество мифов, мистических историй и городских легенд, к которым вполне можно отнести и SCP-2920. Но особенно много таких историй крутится вокруг дома, где жила семья Дефео. Через год после ужасных событий в дом въехала другая семья Луцов. Муж, жена и трое детей. Они прожили в доме всего месяц, а затем уехали из города, по пути рассказывая журналистам о паранормальных явлениях, с которыми они столкнулись, живя в страшном доме, и которые вынудили их в ужасе убежать. Особенно всем этим заинтересовался писатель Джей Ансен, который внимательно изучил все интервью семьи Луцов и написал на основе того, что он там узнал книгу, ставшую довольно популярной. По сюжету книги семья купила дом, потому что он продавался с огромной скидкой, и после заселения с членами семьи начали происходить довольно типичные для жанра ужаса вещи. Стали появляться надписи на стенах, слышатся голоса и двигаться предметы. Семья несколько раз вызывала священника, чтобы он справился с паранормальным явлением, но сила проклятия оказалась слишком велика. В общем, если верить книге Ансена, то в доме происходило все то, что по народным суевериям и должно происходить в доме с привидениями. Так что SCP-2920 обыгрывает этот момент достаточно остроумно. Кстати, этот Джей Ансен всю дорогу утверждал, что ничего не придумал, и не добавил, и все было именно так, как он и написал в своей книге. Еще задолго до появления фонда SCP, организации, охотящейся за аномальными явлениями, знали австралийского монстра, которого описывали как неуловимое животное, неопределенного вида, с огромными клыками, убивающий людей из код. Фонд SCP, изучив старинные свидетельства, взялся за содержание объекта в качестве SCP-4289. Однако простому животному с большими клыками бономер SCP не присвоили. И дело тут в том, что существо оказалось способно вызвать галлюцинации у своих жертв, изменяя то, как человек воспринимает самого монстра. Чаще всего чудовище заставляет думать людей, что перед ним какое-нибудь безобидное животное. Например, во время эксперимента сотрудник класса D увидел вомбата, вместо клыкастого чудовища. Исследуя объект, ученые SCP смогли узнать, что собственно объектом является даже не монстр сам по себе, а особый ген, встречающийся у многих видов Австралии, дающий им такие интересные способности. Всех таких животных не переловишь, потому фонд SCP запустил информационную кампанию, заключающуюся в высмеивании тех, кто рассказал о встрече с объектом. Их клеймили верящими в Йови. Что за Йови и кто в них верит? Оказывается, что еще австралийские аборигены рассказывали друг другу страшные истории про Йови. Чаще всего в этих историях существо похоже на обезьяну, хотя иногда его описывают и почти человеком, а иногда и похожим на сумчатое животное, а иногда он вообще предстает демоном. Но определенно можно сказать только то, что форму существо менять любит, то есть в целом похоже на то, что мы видим в SCP. Прибывшие в Австралию европейцы монстром прониклись так, что пытаются поймать до сих пор. Охотники на Йови – это довольно большое сообщество людей. Это и обычные искатели неведомого, и люди, называющие себя профессиональными криптозоологами. Среди них есть и такие, кто посвятил выслеживанию Йови уже большую часть своей жизни. Например, некий Тимоти Булл уже написал 4 книги и снял столько же фильмов о своих попытках поймать, наконец, существо. Эти ребята собирают свидетельства очевидцев, доказательства существования монстра, и, конечно же, грезят его поимкой. Все они верят, что монстр ответственен за смерти животных и людей в слабонаселенных частях Австралии. Они говорят, что где-то там, в австралийских пустынях, куда крайне редко вступает нога человека, истинным хозяином Земли является он – древний монстр Йови. Охотники на монстра Йови – люди, верящие в призраков Амитвиля, и те уфологи, которые продвигают теорию Амаджестик-12. Вот даже я не знаю, как к ним ко всем относиться. С одной стороны, верят же в такие сказки, а с другой – без них вселенная Сипи была бы не такой разнообразной. Да и вообще была бы она. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok